Житие святого мученика Аба Дбелели, Дбелийского, память 8-21 января. Мученик Аба Дбелели, Дбелийский, араб по происхождению, жил в XIII веке в Багдаде и был изготовителем благовонных мазей. В возрасте 17-18 лет он оказался в Дбелиси, последовав за правителем Картли, восточной Грузии, Нарсесом. Нарсес, будучи оговорен перед халифом, провел в Багдаде три года в заключении. Освобожденный новым халифом, он взял с собой Абу. В Дбелиси Абу изучал грузинский язык. Своими добродетелями он заслужил общую любовь и уважение народам. Абу стал изучать священное писание и все чаще посещать храмы Божии. Прибывая в посте и молитве, он искал удобного случая, чтобы принять святое крещение. В то время правитель Картли, Нарсес, вновь был оклеветан перед халифом и вызван в Багдад. Нарсес, желая избегнуть расправы, поехал на север, в Хазарию. В его свете из трехсот человек оказался также Абу. В Хазарии он принял святое крещение. Через несколько месяцев, следуя за Нарсесом, Абу оказался в Абхазии. Там он вел строгую подвижническую жизнь, постоянно размышлял над священным писанием, подолгу молился на церковных службах. О благочестивой жизни святого Абу стало известно владетелю и епископу Абхазии. Он часто призывал святого Абу для духовной беседы, удивляясь его глубокой вере и знаниям. Но желая избежать мирской славы и подражая подвигу преподобного Антония Великого, святой Абу предался безмолвию и лишь через три месяца в День Светлого Воскресения Христова прервал свое молчание славе и проповедуя воскресшего Спасителя. Вскоре Нарсес решил вернуться в Тбилиси, и Абу безбоязненно последовал за ним, хотя правитель Абхазии просил его остаться, опасаясь за его судьбу. В Тбилиси, находившемся тогда под властью Магометан, святой Абу открыто исповедовал Христа Спасителя и тем навлек на себя мстительный гнев персов. Святой Абу был заключен в темницу, а затем приведен на суд. Уговорами и обещаниями всяческих богатств и почестей его пытались вернуть к магометанству. И когда увидели, что Абу остается непреклонным, вновь бросили в темницу. На девятый день заточения Ангел Господень возвестил святому Абу о близком дне его мученической смерти. В третий час праздника Богоявления святой Абу приобщился к святых тайн и вскоре был уведен стражниками на казнь. Надеясь страхом вынудить его отречься от Христа, святому трижды нанесли удар тупой стороной меча. Мученик остался непоколебим. Скончался он через усекновение честной головы в тот же день, в пятницу, 6 января 786 года, по другим источникам, 8 января 790 года. Тело святого Абу было облито нефтью и сожжено на краю скалы, на том месте, где позже была построена Тбилисская Метехская церковь. Господь послал на то место звезду, светящуюся, как вампада, которая стояла в воздухе до трех часов ночи и более, и освещала собой весь Тифлис. Кости святого Аба были брошены в реку Куру под мост. На другой день, 7 января, они были прославлены удивительным столпом света, исходящим из воды, о чем свидетельствовал современник святого Аба Иоанн Сабанесидзе, составивший его житие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok